МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор событий, которые произошли сегодня в Рязани. А эти самые события грянули прямо с утра. Но сначала коротко о некоторых из них. Чуть-чуть не рвануло. Сегодня утром поступило сообщение о минировании здания Центробанка в Рязани. Все и сразу рязанские наркополицейские задержали крупную группировку сбытчиков GVH. Тотальный диктант 2014 в этом году. Текст для него составит известный писатель Алексей Иванов. А теперь подробности этих и других новостей. Как известно, в Киеве пара десятков вооруженных разбойничков пыталась добраться до денежных хранилищ бизнес-банка. Маски, автоматы, контроль здания возвращаются в неспокойную Украину времена Мишки Япончика и лихого налетчика Григория Котовского. Да и только. Но банкиры хватались за сердце не только в Стольном граде Украины. Рязанским тоже досталось. Причем с самого утра. Причина – сообщение о минировании. Такого на памяти стражилов еще не было, чтобы солидные люди, да и из своего пафосного отдельно стоящего дворца, поспешали на улицу сквозь строй силовиков и в окружении спецмашин. Сенсация – ничего не скажешь. Вторая сенсация последовала вслед за первой злоумышленника, который настращал банковских работников, тут же изловили. Вот так, сразу, по горячим следам. Вот комментарии по поводу утренних рязанских беспокойств. Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН обследовали помещение Центробанка, прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаруженным. Как оказалось, сообщение об акте терроризма было ложным. Буквально в течение часа подозреваемый в совершении данного нарушения был задержан. Им оказался житель города Рязани. В настоящее время его опрашивают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка. Проверка здания шла довольно долго, но, наверное, были в нем места, куда даже саперов не допустили. Банк все-таки. Все эти чудеса вокруг Центробанка не затмели другого события, которое происходило совсем недалеко от Денежного царства. Сегодня в Христорождественский кафедральный собор Кремля из Серафима Дивеевского монастыря был привезен ковчег с мощами преподобного Серафима Саровского. Это один из наиболее почитаемых на Руси великой святых, с именем которого связано немало рассказов о настоящих чудесах. Аскет, отшельник, столпник, проведший на каменном валуне тысячи дней и ночей. Поистине это был человек великого духовного подвига. Для нашего города это очень знаменательное и великое событие. Сам преподобный Серафим Саровский прославился в первую очередь тем, что он был великим аскетом и подвижником нашей России. Также прославился столпотворением. То есть он долгое время молился Богу на одном и том же месте. Он тысячу дней и тысячу ночей молился перед образом Матери Божией. И Господь услышал его молитву, Господь прославил его в итоге великих святых. Также он был прозорливым старцем, многим помогал советом, многим помогал словом. И все, кто к нему приходили, никто не уходил не тешно. Всем он помогал и всем давал совет. Сайт госнаркоконтроля поведал миру, что в Подмосковье полицейские изъяли 330 килограммов героина. Ну, чтобы было понятно, скажем, из-за этой огромной партии можно было бы сгандобить миллион доз. Их продажа принесла бы прибыль в миллиард рублей. Наркотик перевозили в легковой машине. Спрятан героин был тщательный и хитроумный. Однако служебная собачка его все-таки разыскала. Сообщается, что задержаны преступники, входившие в состав организованной группировки. Все выходцы из Средней Азии. Надо отметить, что наркотики идут в Россию мешками. Так, в этом феврале в Иркутской области полицейские изъяли 30 килограммов героина. А в начале января в Москве сотрудники в СКН конфисковали 45 кило. Отличились в очередной раз и рязанские наркополицейские, рассказывает Олеся Харлина. Несколько месяцев наркополицейские задерживали потребителей и мелкоптовых сбытчиков дизайнерских наркотиков, охотясь на крупную добычу. Такие масштабы с участием ОПГ в последний раз были еще при Слановских. Только установленных и задержанных любителей запретного зелья оказалось более 50 человек. Наркотики продавались как безработным гражданам, так и в двух колледжах города Рязани и в нескольких школах. Потребители были как совершеннолетние, так и несовершеннолетние. В поимке преступников участвовали не только подразделения УФСКН, но и сотрудники ФСБ. Что примечательно самому главному фигуранту дела с говорящей кличкой «Деловой» всего 18 лет. Некоторые родители прекрасно знали, что их мальчики превратили дворовую компанию в организованную группу. Жили по соседству, наркотики продавали школьникам из местных учебных учреждений. Все довольны. Другого дохода не было. Вся семья жила на них. У лиц не было ни у кого водительского удостоверения. Но имелись такие машины, как Volkswagen Passat нового, который он просто оформлял на маму, потому что сам не имел права. На оперативной записи видно, не все готовы сотрудничать со следствием. И это при том, что сотовые телефоны насквозь пропитаны тем самым GVH-018. Для тех, кто не знает, это курительное зелье носят с собой, прилепив как пластилин к поверхности сотового. Когда появляется желание подымить, просто отрывают нужный кусочек. Можно снимать отпечатки пальцев, и я… их там нету, это не мое. Твое чего именно? Вот это вот что находится? Нет. Вот это? Это что такое? Я не знаю, что это не мое. В ходе проведения обысков и обследования было изъято более двух килограмм наркотиков. Наркотики были спрятаны на конспиративных квартирах, а также в оборудованных тайниках, в съемных гаражах и на чердаках жилых домов. Задержано 10 участников криминального сетевого маркетинга. Причем ни один из них сам наркотики не употреблял. Более того, все посещали фитнес-центры и ни в чем себе не отказывали. Сегодня в Рязани встречали делегацию мэрии набережных Челнов. Город расположен в Татарстане, на левобережье Камы. Численность населения, что у них, что у нас, примерно одинаковая. Потому журналистам было интересно, а рязанскому начальству не бесполезно пообщаться с гостями. Как у них вопрос с ремонтом дорог решается, как сохраняются зеленые зоны, как соблюдаются градостроительные нормы и так далее. Рассказывает Глеб Галушкин. Делегацию из набережных Челнов на ступеньках Канищевской библиотеки встречали хлебом с солью, как почетных гостей. Далее уже в зале перед ними выступали активисты из ТОСов. Рязань стала одним из первых городов России, где была организована эта форма местного самоуправления. Чиновники и депутаты из делегации набережных Челнов сообщают, что и они в своем городе сейчас собираются организовывать ТОСы. Маршрут по российским городам, где уже исторически сложились они с конца 90-х годов, все-таки в том, чтобы не сделать тех ошибок, которые есть, выбрать такую форму территориального общественного самоуправления, которая соответствовала бы нашему городу, потому что менталитет города набережные Челны, он особенный. В теплой дружеской обстановке активисты рязанских ТОСов рассказали о своих успехах, трудностях и проблемах. В первую очередь, конечно, о направленности этой формы местного самоуправления на благоустройство своего микрорайона. Мы делимся опытом работы по организации, общественности, для того, чтобы наш район был красивым, благоустроенным. В итоге, как надеются участники, нынешняя встреча поможет приволжским гостям правильно организовать у себя новые формы местного самоуправления. Ну а теперь о делах общественно-научных. Начнем с того, что недавно харизматичный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил коллегам-депутатам Госдумы взять да и убрать из обихода букву «Ы». И алфавит будет короче, да и сама буква, точнее звук «Ы» Владимиру Вольфовичу почему-то не по нраву. Предложение не прошло, зато депутатов позабавило. За чистоту русского языка и всеобщую грамотность у нас борются по-другому. Например, прижился в России проект под названием «Тотальный диктант». Пишут его каждый год тысячи и тысячи человек, а тексты составляют лучшие писатели страны. Стало известно, что для «Тотального диктанта-2014», который пройдет в стране 12 апреля, текст напишет очень известный и популярный у нас писатель Алексей Иванов. «Золото бунта», «Сердце пармы», «Псоглавцы», «Летоисчисления от Иоанна». Те, кто читал эти романы, знают великолепный стиль Иванова и его манеру изложения, которая буквально завораживает. Прямо сейчас о том, насколько вообще оказался жизнеспособен проект «Тотальный диктант» и оправдывает ли он ожидания филологов. Елена Петровна, вот ваше мнение по поводу «Тотального диктанта» как проекта. Насколько он, с вашей точки зрения, как филолога, состоялся у нас в стране, да? И каковы его перспективы дальнейшие? Что вы скажете про него? Ну, во-первых, наверное, надо сказать, что все-таки «Тотальный диктант» в этом году будет проводиться уже одиннадцатый раз. И количество городов увеличивается постепенно, и растет количество площадок. Вот в этом году нам обещают, что это будет 85 городов и 116 площадок, на которых будет писать этот диктант. И что это теперь уже и международный проект. То есть это значит, что диктант будут писать даже за пределами Российской Федерации. А значит, состоялся. Опускаем первый вопрос, да, состоялся, не состоялся. Ну что ж, а вот, знаете, насколько вам нравится вот это вот все то, что происходит, вот как филологу? Да, вот, ну, за душу берет. Мне кажется, что как общественная акция, она совершенно замечательна, потому что действительно привлекать внимание к русскому языку и к состоянию грамотности необходимо. Потому что все-таки неуклонность снижается. Грамотность и результаты «Тотального диктанта» это показывают. И, ну, мне кажется, что есть, конечно, проблемы, над которыми нужно обязательно работать. Сегодня в 158-м Рязанском детсаду его начальники провели научный симпозиум. Ну, а поскольку самые главные в саду начальники – это сами дети, то и работа шла самая, что ни на есть детская, но вполне серьезная. Вообще, 158-й – это самые космические детские сотрезания. Уж если когда прилетят к нам марсиане, то прямиком сюда. Здешние обитатели найдут с инопланетянами общий язык. В этом убедилась сегодня Оксана Тебенихина. Ну, кто из нас в детстве не мечтал побывать в космосе? У малышей, которые коротают свои нескучные деньки в садике номер 158, есть такая возможность. В преддверии Дня космонавтики детвора рисуют свои космические истории на современной интерактивной доске, смотрят фильмы о Юрии Гагарине и увлеченно рассматривают инсталляции в настоящем планетарии. Мы не могли обойти дату 80-летия со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Да, в апреле мы будем праздновать День космонавтики, но вот день рождения первого космонавта мы не могли обойти, в общем-то, стороной. Современную аппаратуру закупали в последние три года. Детский сад является идеальной площадкой для подготовки будущих покорителей космических просторов. Уже в свои 3-4 годика дети знают, что рисовать нужно не в рисовалке, а в пейнте. Наших детей мы называем юными эштейнами. Они могут исследовать мир, вот именно сами во все вникать при помощи вот именно этих технологий. Конечно же, это очень интересно. Здесь каждый найдет занятие по душе, а обстановка направляет мысли в правильное русло. Полет фантазии не ограничен ничем. Главное, чтобы наша и без того прогрессивная молодежь всегда шла в ногу со временем. И в завершение программы отзвуки былого праздника. Сегодня в нашу редакцию пришел материал из Милославского района, где Рязанская областная общественная палата и узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» организовали концерт. Так что, дорогие дамы, еще раз с праздником. Прекрасный музыкальный подарок для женщин Милославского района организовали общественная палата Рязанской области и узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» города Рязани. Для любимых так назывался благотворительный концерт душевных песен, посвященных весне, любви и, конечно же, женщине. Солисты эстрадной группы «Все свои» Ихтиандр Кадыров и Александр Федотов буквально заворожили зрительскую аудиторию. Они исполнили музыкальные композиции разных времен, жанров и на разных языках. Приятным сюрпризом для милославцев стала виртуозная игра на узбекском национальном инструменте дойра Бахрома Уразова. Концерт пролетел на одном дыхании, и никто не заметил, что длился два часа. Вот мы действительно, все зрители, отдыхали душой на такие спокойные песни. Вот отдых действительно оказался отдыхом в день женского праздника. Сегодня в праздник вы огромное удовольствие доставили. Большое вам спасибо, поклон от земли милославской. И последнее на сегодня, сразу после нас, выйдет в эфир программа «Подробности». Сегодня Олеся Харлина ждет в студии представителей Рязанской мэрии. Речь пойдет о рекламных и прочих конструкциях, многие из которых, мягко говоря, отнюдь не украшают облик нашего города. А у нас на сегодня все. Итоги уходящей недели подведем завтра. В аналитической программе время говорить итоги недели. Хорошего вечера и до пятницы. Редактор субтитров А.Семкин